Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как оценивается эффективность работы народного избранника? Какому депутату сложнее работать? Одномандатнику или тому, кто проходит по спискам? И какие механизмы использует депутат для решения конкретных проблем жителей? Об этом говорим сегодня в нашей студии депутат Самарской губернской думы Александр Колычев. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Васильевич. Добрый вечер. Ну, вы депутат уже с большим стажем, три строка у вас уже за плечами. Три созыва, да. Три созыва, да. Принимаю оговорку. Вы были и одномандатником, и шли по спискам партийным. Скажите, в каком случае депутату сложнее все-таки работать? Если ты идешь с желанием, если ты считаешь это как бы своим призванием, если ты работаешь по совести, то и там, и там сложно, поскольку ты работаешь не только с законодательскими документами, но ты работаешь с народом, для народа ты должен решать их проблемы. И тем не менее, даже вот при этом объяснении, естественно, работа депутата-одномандатника более сложная, ибо он на острие проблем того округа, который представляет. А в сегодняшней ситуации, при тех, так сказать, моментах, ситуация, в которой мы живем, при том, что 80% износа ЖКХ, что возрастают тарифы и так далее и там подобное, когда ежедневно встречаешься, то народ идет к тебе только с бедой, и ты должен решать эти вопросы. Естественно, ты больше встречаешься, ты больше встречаешься по своему округу, ты обязан встречаться, и больше ответственности. Понятно. И вообще хочется понять, как в целом оценивается эффективность работы депутата. Вот становится он так или иначе народным избранником, а дальше работает по мере своих сил и способностей. А как оценить эффективность его работы? И вот вы лично какие свои достижения можете сегодня представить? Вы понимаете, вы понимаете, так сказать, вот все у нас непросто. Если есть сенат американский, то они занимаются законотворчеством, одобряют решение президента, не одобряют решение президента. Здесь у нас, когда ты идешь на выборы, когда тебя избирает народ, он считает тебя своим посланцем во власть, что ты должен решать их проблемы. Он не говорит о том, что ты должен писать бумаги, бумаги закона принимать и направленный тоже на улучшение жизненной ситуации всего народа, населения, допустим, в Самарской губернии. Но проблемы ты должен решать. Вот когда идешь, и идет выборная кампания, встречаешься с народом, только одни проблемы. Значит, здесь протекла кровля, здесь тротуаров нет. А мы знаем о том состоянии дорог в городе Самаре, когда лет 25 практически не ремонтировалось и ничего, так сказать, не двигалось. Это сегодня рывок такой сделан в связи с тем, что и в новую власть пришла, и идет подготовка к чемпионату мира. Поэтому по-любому, как ты работаешь, эффективно ты работаешь, тебя оценивает народ. Да, понятно. Оценивает результатом твоих действий. Количество решенных проблем конкретных, особенно в сфере ЖКХ. То есть получается, что законотворческая деятельность депутата, она как бы на второй план отходит. Для избирателя она на втором плане однозначно. Да. И вот такой факт в вашей биографии произошел. Вы до последнего времени представляли фракцию «Справедливая Россия» в Губернадской Думе, но на недавнем праймерис пошли от «Единой России». Вот что произошло, это стало такой некой сенсацией? Хочется вот каких-то объяснений от вас. Почему? Ну, я бы не сказал, что это некая сенсация. Ну, наверное, по политической конъюнктуре есть элемент неожиданности, есть элемент какой-то внезапности, и удивление вызывает мой шаг. Я не один день об этом думал. Я принял решение еще в 2014 году, принял решение выйти из партии. Поскольку, значит, по идеологическим соображениям, по невосприятию той политики, которая проводится руководством, и в кадровом отношении, значит, ну, приведу пример, я его приводил уже, и как одной из причин, которая начала подталкивать меня к решению. Когда после проигрыша выборов на должность мэра Тархов проиграл тогда, но набрал 18% в 2010 году, и после этого пригласил Миронова, сказал, работа, это было 7 декабря, работа, и все нормально, проценты нормальные, результат нормальный. Мы знаем на тот период администрация губерния, губернатор, администрация президента. Всем был Тархов неугоден. Ни финансов, ни финансов, ни бюджетных. То есть город выживал за счет своих средств. Деваться некогда. То есть со всех сторон было окружение. И в этот момент при этом окружение набрать 18%, это дорогого стоило. Это нужно было уважать, это нужно было признавать. И поначалу так и было. А 23 декабря поступает резолюция, поступает, так сказать, решение президиума высшего совета партии об отстранении от должности Тархова за дискредитацию позиции партии. Как это так? Значит, в советские времена, при коммунистическом строю, на любое партбюро, если ты провинился, если ты ошибся, тебя вызывают, слушали объяснения, значит, ты доказывал суть о том, что да, это несостоятельно. И принималось решение отрицательное или положительное. Прощалось или нет. Это деловое. Это коллективное было обсуждение, был коллективный спрос. Ты держал ответственность перед коллективом, которого ты избирал. Это не вызвали. Тем более, что, еще раз говорю, карт-бланш был дан. И все. Четыре месяца они не могли определиться с кандидатурой, возложив обязанности на меня. Значит, на этот момент, чего тут только не было. Каких только революционных поползновений и так далее. А потом, я не буду все рассказывать. Значит, выборы. 2011 год. Выборы мы, я считаю, набрали на хорошие проценты. Почти 14 процентов. Мы провели депутатов в Госдуму Музыкаева. Здесь четыре человека у нас прошло в Губернскую Думу. И когда я, как с позиции руководителя регионального отделения, стал спрашивать о том, а где наш депутат Музыкаев, которого мы не видели ни разу. Значит, мы для него общественные приемы подготовили. Мы под него подготовили штат помощников. Наших, выявленных. Кто в образовании работает. Кто в системе соцзащиты. Опытные люди, которые удовлетворяли требованиям депутата Госдумы. Мы его до сих пор так и не увидели. Мои письма, мои требования вызывали изжогу у руководства. И как бы я не туда, вроде не моя епархия, и ты не лезь туда. И вот это вот накапливалось, накапливалось. В 14-м году мне предлагают идти на выборы губернатора. Предложение было в июле. Выборы в сентябре. Да, понятно. Ваша позиция понятна. Я тогда доказывал эту позицию о том, что не надо этого делать. Давайте поддержим действующего губернатора, который приехал, который уже некоторое время поработал, который завел авторитет, у которого есть позиции, есть программа. Давайте сплотимся, давайте поддержим. Не будем, так сказать, вот... А на 2016-м году сосредоточимся на выборах в губернскую и государственную думу. Да, вот так и произошло. Мне сказали, пиши заявление, не согласен идти на выборы. Я написал заявление, я еще год потерпел, поскольку ту партию было как бы... Ну, жалко, может быть, не жалко, так сказать, но было больно. Это мы создавали старку эту партию. Но, в конце концов, еще ряд моментов, которые наступили в отношениях руководством и с моим несогласием их постулатов, их политики, заставили меня... Понятно. Ну, вот хочу уточнить, вы стали членом Единой России или нет? Я не стал членом Единой России, я беспартийный. Но иду при поддержке Единой России. Ну, да, был праймерис, который Единой России предложил всем желающим, и это, в общем-то, оправдано. Есть такое мнение, что списочники, депутаты, они как-то вот вообще потом в массе депутатов размываются, теряют свою индивидуальность, лицо, потому что большинство партийцев проголосует так или иначе за вот какое-то одно решение. Вы какую тактику для себя избрали? Потому что мы вас знаем как очень такого человека со своим мнением, умеющим отстаивать свое мнение. И вы вот совсем не теряетесь вот ни в справедливой России, ни в какой партии, ни в какой вот массе. Справедливой мне нельзя было теряться, мы ее создавали. Я для себя, я пошел на праймерис, дал согласие участвовать в праймерисе. Так сказать, мне было интересно, да, быть беспартийным до вот этого времени, находясь в другой партии, посмотреть на себя внутри членов партии Единой России. Я праймерис выиграл по Красноглинскому округу. И я для себя определяю, если будет решение конференции и утвердят, то я иду одномандатником. Потому что я уже объяснил, почему. Больше ответственности и если не говорить о том, что больше азарта, но вот удовлетворение ты получаешь от общения с народом. И как бы не было, как бы ты не пропускал эту боль через себя, как бы не было трудно. Потому что это на самом деле, ну, какой-то вот взрыв, когда с ними общаешься, с народом, когда их много, на тебя все выливают, начинают руки дрожать. Конечно. Но тем не менее, вот это притягивает о том, и получаешь удовлетворение, когда решаешь вопросы, когда докладываешь о том, что ты перед тобой поставленный задачный сделал, удовлетворение получаешь от этого. Поэтому, если ты идешь работать депутатом, ты должен для себя осознавать, на что ты идешь. Первые свои выборы. Я хотел с полпути уйти, когда увидел, какой сонный проблем на меня надвигается. Но сегодня уже это не пугает. Сегодня тот опыт, который накоплен в течение трех созывов, это не моя уже заслуга. Я не должен уйти на отдых и не должен этот опыт гладить у себя в саду. Я должен этот опыт использовать в работе с народом. К нам поступает, кстати, первый вопрос от избирателей. Хочу напомнить телезрителям наш телефон 202-11-22. Звоните, если у вас есть конкретные проблемы, решить которые может действующий депутат Самарской губернской думы Александр Колычев, который сегодня у нас в гостях. Звоните, мы вас услышим. Озвучивайте свои проблемы. Алевтина Геннадьевна интересуется. Ой, вопрос традиционный и вообще не удивляет, когда в Самаре будут хорошие дороги и не будет пробок. Я знаю, что вы очень хорошо разбираетесь в системе ремонта дорог и вообще дорог. Почему у нас такие дороги? Вот можете ответить? Вот с того момента, а это было начало 90-х, когда избрали Сысуевым мэром, потом после него избрали Лиманского мэром, потом после них избрали Тархова. При всех трех мэрах ни город не получал никаких субвенций, значит, выделений из федерального завластного бюджета на дороги. Вот эти годы копились проблемы в городе. Каким образом последующие власти все это дело справить в одночасье? Или мы всегда хай, мы говорим, ремонта дорог нет, невозможно пройти. Или тогда, когда начинается ремонт дорог и становится, так сказать, некомфортно двигаться и становятся пробки. Это нас тоже, так сказать, не удовлетворяет. Но сегодняшний момент, слава богу, что у нас будет чемпионат мира. Мы получаем выделение из федерального бюджета. Смотрите-ка, как мощно. Мне тоже не нравится. Я езжу из поселка Волжский, из Большой Царевщины, туда и сюда на работу ежедневно. Иногда до управленческого там, может быть, два раза нужно. Мне не нравится пробки, мне не нравится все по-другому как. По-другому как на сегодняшний момент. Но Новосадово обещали, я с министром разговаривал, что она в этом году будет уже отремонтирована полностью, там, сказать, участками другие начнут заниматься. Но Московское шоссе будет ремонтироваться до практически конца следующего года. Где-то придется терпеть. Невозможно. Вы посмотрите в центре города, что делается. Значит, внутриквартальные ремонтируются, внутри сетевые, или, вернее, городские сетевые дороги ремонтируются. Эти две основные магистрали ремонтируются, при том стараются сделать качественно. То есть идет строительно-дорожный бум в городе. Это надо приветствовать. То есть срок, это чемпионат мира, 2018 год. В 2018 год эти дороги должны быть построены ранее. Я еще говорю, Новосадово, 2016 год, Московское шоссе на следующий год, 2017. Как депутат губернтской думы, какой механизм у вас есть для того, чтобы решать конкретные проблемы жителя города, либо какого-то района? Вот, допустим, я знаю, что на мехзаводе хотят закрыть переход подземный, по-моему, а там такая ситуация сложилась, что идти до следующего перехода полкилометра. Вот вы можете вмешаться в такую ситуацию, помочь жителям мехзавода? Мы можем, конечно, вмешаться в такую ситуацию. Я вам скажу, исполнительская власть, она прислушивается к депутатам. Когда формируется бюджет, и потом, когда он утверждается на последующих заседаниях губернтской думы, депутаты выдвигают свои правки, свои просьбы, свои, так сказать, предложения и так далее. И по округам, откуда они избирались с одномандатниками, и списочники, которые отвечают за ту или иную территорию. И, как правило, основные предложения, если не сразу удовлетворяются, или, как сказать, записываются именно строчкой в бюджет, то записываются в лист ожидания. И по мере поступления какого-то профицита, откуда-то из федерального средства, потом это дело уделяется. А к тому, что как мы, депутаты, можем приехать, мы все-таки утверждаем этот бюджет. Естественно, бюджет не резиновый, никто никогда не ожидает, а здесь сегодняшние санкции. А здесь сегодняшние, исходя из санкций, перебои в работе производственных, значит, объединений и так далее. И поступление налоговых, оно уменьшается. Ну, этот год особо сложный, его нам нужно пережить. Но, вы сказали по переходу, я интересовался этим вопросом, там должен быть надземный переход. Там должен быть надземный переход, и народ не останется, вот, так сказать, перед той проблемой, которая их сейчас пугает. Мне сейчас на встрече говорят о том, что там развязки нет, там нужно развязку. Здесь вот нужна остановка автобуса. Построили ледовый дворец, значит, там нет автобусной остановки, останавливают, там два километра нужно идти. Проблем очень много. Значит, на МЕГ-заводе, кроме вот того, что сейчас слушательница подняла вопрос по дорогам, да, вопрос и работы домов культуры ДК на МЕГ-заводе. Громадный поселок, большой поселок, значит, с градообразующим заводом, который на сегодняшний момент работает мощно. Но закрыт. И сегодня, я был в администрации Красногленинского района, ко мне обращаются члены ТОС о том, что, ну, негодяй, то есть, хор репетирует, хор, который находится на МЕГ-заводе, Ивушка, репетирует в здании администрации. Помогайте, говорят, вот эта проблема та, которую мы должны решать. Мы должны решать, и мы должны ее решить. Это одна из проблем. Да, да, да. Еще хотелось вернуться к теме личности депутата. Вот нужно ли оценивать кандидата в депутаты по личностным характеристикам? Смотреть, какие у него черты характера? Или это вот неважно и уходит на второй план? Вот ваше личное мнение. Это дело народа. Я всегда говорю о том, что, значит, депутаты должны характеризовать несколько составляющих. Профессионализм, значит, он знал, куда шел. Не дилетантство, то есть знание, сути предмета, чем занимаешься. Неравнодушие, неравнодушие к болям, к проблемам людей и совесть. Если у тебя есть совесть, то ты должна работать на эту совесть. И тогда народ будет тебе верить, поскольку по-любому в этом случае от тебя будет отдача. А там уже дальше пробивные твои способности, ломбистские возможности, контакты с власть придержащими, с министрами и так далее. Это нужно все использовать. И если ты коммуникабельный, если ты, так сказать, вот не то, что за живое там задеваешь, а четко конкретно ставишь вопросы, грамотно ставишь вопросы, всегда ты получаешь решение в том или ином виде. Поэтому это народу личностный характер. Хорошо он улыбается, нехорошо, причесан он, не причесан. Это, наверное, влияет на восприятие. Но, говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому, да, по результатам. Да. И вот ваш личный характер в большей степени когда сформировался? Потому что вы родились после войны. Время было непростое после военной. Вот что вас сформировало? Потому что налицо... Труд. Труд. Меня сформировал. Меня сформировала семья, меня сформировали родители, которые всю жизнь трудились. Меня сформировал отец, который воевал. Он в 46-м году только вернулся с фронта. Был в плену, три раза бежал. Это другая, так сказать, история. И на моих глазах то, как он работал, он был бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Зимой ремонт в МТС, когда выезжали за 12 километров ремонтировать. И неделями там жили, на выходные приезжали и обратно. То есть практически всю зиму технику ремонтировали. Затем сенокоз, затем посевная, вернее, посевная, потом сенокоз, потом жатва. И это с утра до ночи в поле. Меня, когда я работал на копнителе, мы жили в селе. Никаких пионерских лагерей. Мы не знали, что это такое. Для нас, это Тотский район, Оренбургской губернии, поехать в Бузулук. Все-таки Бузулук более известен, там за 50 километров. Значит, в кино нас повезли. И там купить мороженое и покушать, это был вверх счастья. Это было вверх удовольствия. А так в 4 часа тебе мама будет, корову выгнала. Это вот в каком возрасте? Это я учился в 8-м, 9-м классе. В 9-м классе уже работал штурвальным помощником комбайнера. То есть все лето сенокоз мы уже, все, отец нас назначал на работу. И не только мы, работали все. Значит, вот в 4 часа утра она работает, брюки надевали 3 раза. Ну, то есть она заходит, спишь. Додел до колен. Заходит опять, спишь. И все. И поэтому все время было в работе. Плюс собственное хозяйство, подворье. Коровы, значит, их надо напоить. Огород успеть полить. Потому что у нас было, так сказать, пятеро. Мама одна. И надо было, ну как одна, она, так сказать, еще бабушка. Помогали. Поэтому все это было на нас. Так что труд сформировал и формирует. И если говорить о том, что вот сегодня там, значит, а что ты жалеешь? Нет, ни о чем я не жалею. Потому что всегда, когда я вспоминаю детство, это было счастье. Вот взрослые говорили, не дай бог пойдет дождик, поскольку идет жатва. А мы накопнители ли нам штурвальными говорили, ну когда же дождик пойдет? Чтобы поехать на речку, нырнуть, смыть с себя вот эту, так сказать, грязь трехдневную. Пыль. Все это там, так сказать. Но, тем не менее, не просто терпели. Мы знали, что это надо. И уже ответственность тогда была. И говорили, ты смотри. Да. Но сегодня совершенно другое время. Совершенно другая какая-то молодежь. Вот раньше была практика строя отрядов студенческих. И вы эту практику, по-моему, тоже прошли. А вот как раз и я был подготовлен всей своей жизнью о том, что я все лето всегда работал. Для меня не было каким-то вот большим подвигом, когда у нас в институте объявили, что набирается, формируется студенческий отряд для поездки, значит, в северо Казахстан. Сюда не так далеко. И мы поехали. Мы поехали. Мы были первыми, значит, я в том числе был в среде студенческих, в числе бойцов студотряда, пединститута. Тогда я в пединституте учился. Это 65-й год. В 66-й я уже поехал не просто, так сказать, попробовать, испытать романтику. Я уже поехал осознанно опять в Казахстан бригадиром. В 67-м по нашей инициативе к тем, кто поработал там на выезде, мы сказали, давайте будем поднимать стройки. Это опять сознание. Понимаете, так сказать, это уже подход хозяйственный. Давайте не будем выезжать. Здесь очень много объектов, где надо приложить свои силы. И был сформирован студенческий отряд областной. 1700 человек. И мы остались на этих стройках. А потом уже начались отряды на вузовском строительстве и так далее. Он разросся до 10 тысяч человек. Значит, в 68-м году я командир районного отряда, в 69-м зонального, потом комиссар, потом начальник штаба, год службы в армии и потом командир. И так 12 лет. Это юность, это молодость, это сердце, это душа, это тело. Это все в комсомоле, который формировал отряды и в отрядах, в этих, которые мы формировали. Я, кстати, вам принес и подарю вам книгу, написанную нашим студенческим отрядом Владимиром Кириленко. Он, не отрываясь от производства, пять лет лопатил архивы и написал летопись движения студенческих отрядов Кубежской области. Это на самом деле энциклопедия отрядов. Это очень полезная информация. Она скоро поступит. Мы ее раздавали по библиотекам, потому что когда узнали о том, что издается такая книга, значит, был спрос на нее большой. И мы ее скоро подготовим и, значит, отдадим Роспечать. Ой, замечательно. Спасибо огромное. Для нашей редакции большой подарок. И зря ругают прошлое. В прошлом тоже было, особенно в советском тоже. А кто прошлое ругает? Кто прошлый? Кто прошлый? Любители ругать. Вот мы говорим, сегодня только говорил, значит, вчера мы чуть с опозданием поздравляли с юбилеем Юрия Васильевича Егорова. Почетного гражданина города, почетного гражданина области. Ему 22 июня. И с полной 75 лет. Красавец. Живой. Моторный. Руководит мощным производством. Весь в деле. Весь в знаниях. Когда с ним идешь по заводам, по их предприятиям, досконально знает все, что нужно объяснить. Где же чего лежит. Кто чем из рабочих занимается. Это о чем говорит? В советское время формировало кадры руководящие так, как надо. В советское время была школа подготовки руководящихся состава. Та, которая наша. Сегодня Запад на вооружение взял. Наше среднее образование. И подготовку кадров. А у нас сегодня менеджеры. Он нигде не работал. Он умеет о деньгах думать. Ее оставят в голове. И потом он спокойно разваливает и уезжает. А вот те красные директора, которые были настоящими директорами, они и сегодня остались эффективными. Производственниками, организаторами производства. Александр Васильевич, следующий вопрос от Геннадия Андреевича. Как дачникам получить землю в собственность? Ну, собственно говоря, да, лето. Сезон как раз дачников и садоводов. Многие участки до сих пор не оформлены. Закон этого не позволяет. Что можно сделать? Я вообще не знаю, в каком вот месте. Да, да. Какой полгода. Конкретно бы, да. Я знаю проблему прибрежного. А проблема-то в чем? Да, вот в прибрежном. Очень большая проблема оформления садовых этих всех участков. Но там изначально, в свое время, лет 30 назад, эти участки, они не оформлялись. И они просто как бы формировались самими, да. Значит, и получилось потом, когда надо, уже при наступивших требованиях, оформлять, ставить на кадастровый учет, получать свидетельство. Никаких документов нет и так далее. Вот там очень больной вопрос, и мы ими занимаемся. Занималась уже большая группа, в главе еще с действующим депутатом Хинштейном и так далее. Дело двинулось. Я недавно собирал совещание у себя, значит, с руководителем Министерства Минприроды, Ларионовым Александром Ивановичем и его заместителем Мельниковым. Приглашали оттуда, так сказать, вот руководителя общественного движения этого. Где-то мы идем по правильному пути. Там, кто когда-то, вернее так, если даже самовольно захватили, но оформили и занимаются хозяйством, и видно о том, что эта работа ведется, что там не просто заброшены. Там вот эти садовые товарищества, они будут оформляться, они вставили оформление. Там, где ничего нет, он говорит, здесь мой участок, а там сосновый лес, естественно, ну, архитрудно, а может быть и невозможно, будет оформить. Поэтому я не знаю, о чем там идет разговор. Ну, конкретнее, если есть желание, можно... Ну, если есть желание у него, если он сейчас нас слушает, значит, 221-3166, позвоните в мою приемную, подробно объяснить, а какое товарищество он представляет, где его участок, будем разбираться конкретно. 221-3166. Вот это тоже конкретная реакция, хорошая очень. Я хотела узнать ваше мнение о нынешнем времени. Вот говорят, сегодня время непростое. Все мы это переживаем. Вы как его воспринимаете? Непростое время. Непростое? А в чем вот сложность? Ну, понятно, экономическая ситуация. А вот вы, вот что видите? Вы понимаете, мы жили, мы жили во все времена. Я имею в виду не то, что во все времена. До революции мы не жили. После революции мы, те уже, то, наше поколение родилось после войны. Свои были трудности, и голод переживали послевоенные, и пока остановление проходило хозяйство. И, значит, как бы хорошего-то мало видели в плане материальном. Но это нас не пугало, это нас не пугало. Мы на это не обращали внимания. Мы считали, что так и должно быть. Поэтому и работали, и всего себя отдавали всему. В учебе и так далее. В том числе вот в судейские отряды ежегодно выезжали. Сегодняшнее лето, это, ну, есть много причин. Была, был накат, была не то, что накатная, а организованная страна, Советский Союз. Когда все в гости друг к другу ездили. Когда было братство. Да, какие-то поползновения были, там, в Прибалтике, не совсем так относились настороженно. Но в Грузии, но в Азербайджа, но в Армению, но в Молдавию. Ну, куда хочешь. Ехали братаны, братья, старший брат ехал, и никто, а из русских никто и не кичил, что он старший брат. Это было само собой, да. Но тебя уважали, признавали не просто, там, сказать, преимущество. Была одна семья. Не развитое производство, а работающие, производство. Пусть оно не так работало, но все были при работе. Все получали деньги. Как не критикую сегодня. Есть другие мнения и так далее. Но это можно сказать. Были, значит, социальные гарантии, путевки 20-30% и так далее. Было бесплатное медицинское образование, хотя мы его будем критиковать сейчас, но тем не менее это все было. Потом все развалилось. Потом начались вот эти разные, не то, что колебания. Да, одна власть приходит, вторая власть приходит. Прямые выборы, кривые выборы и так далее. Экономика стала разваливаться. Конверсия производства. Если бы мы не провели эту конверсию оборонной промышленности, а оставили ее тогда, как она была, ума бы хватило. Где бы мы сейчас были? А мы сегодня, вот Владимир Владимирович Путин, повновь, то, что он получил, хотя его критикуют, да, это практически разваливание государства. Вот на самом деле. И надо было его опять собирать, надо было сплачивать. И на сегодняшний момент окружение, окружение именно тех стран натовских, которые нас окружают, заставляет и толкает нас обратно тратить громадные деньги на перевооружение, на оснащение. До недавнего времени, когда был Ельцин, все с нами братались, все с нами. А почему? Потому что там закрыли, там прикрыли, здесь сократили, оттуда вывели. Канады или американцы выводили 30 лет, там где-то 20 тысяч корпус, да, с Германией в свое время. Мы за несколько месяцев оттуда вывели, и там, где немцев разбивали под Воронежем, мы туда эвакуировали, значит, с Германией, и палатки поставили, заставили наших солдат, которые были, служили, службу несли в Германии, жить там. Поэтому один момент, одна волна, третья волна. Вот сегодня мы как бы устояли. Мы начали выходить из этого состояния, из кризиса. Производство заработало. Понятно. А вот красоту и прелесть нынешнего момента, вот в вашей жизни. Вы сегодня чего-то новому учитесь, интересуетесь, вам интересно жить? Еще вот сразу спрошу, слышал, что вы солите огурцы сами. Вот буквально такая прошла информация. Вы как-то неожиданно от вопроса. Вам интересно жить, солите огурцы? Я солю огурцы, я солю помидоры, я квашу, капусту, я мариную, не мариную, солю грибы, я все солю, все у меня в бочках. А кто вас научил? Да я это кто научил. Захочешь, научишься? Сам спрашивал. А как? Мне нравится все соленое, мне нравится без уксуса. Я терпеть не могу в этих закрученных крышками банках. Маринованные. Вот говорят, да, погребы. Нет, у меня есть погребы, где хранить? Я делаю и ставлю там бочковые огурцы. Значит, тем, кто любит русскую водочку, это незаменимая закуска, да, абсолютно. Квашеная капуста, вилковая. Вы представляете, что это такое? Это ядреная такая, да, капуста. Я квас делаю. То есть я все. Я русский человек, я баню люблю. Поэтому все я люблю наше. Баню люблю, квас люблю. Ну, иногда, понятно, под угурцы, зачем же я их делаю? Там под помидоры соленые. Они у меня до июля еще в бочке готовые такие стоят. Так что приглашаю, угощу. Очень аппетитно вы рассказываете. В общем, жить вам интересно. Вы активные и целеустремленные. И главное, что вы такие принципы работы депутата показали, которые, в общем-то, ну, самые нужные и ценные. Вот когда я вас спрашивала про эффективность работы. Желаю вам дальнейших успехов в вашей общественной деятельности. Всего хорошего, здоровья. Ну, и чтобы жить дальше было интересно, хорошо и весело. Спасибо всем зрителям здоровья большого, голубого неба мирного, бодрости духа и всем нам уверенности в завтрашнем дне. Мы победим. Все. До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»